МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Юлия Важенина. Главные новости страны и Чуваши в репортажах корреспондентов национального телевидения сегодня в выпуске. Цифровые сервисы в помощь управляющей компании продолжают регистрироваться в государственной информационной системе ЖКХ. Преступное производство. В Чувашии перед судом предстанут члены ОПГ-отравители. Втулка вместо застежки и другие лайфхаки в Чебоксарах отметили день детских изобретений. Сегодня около 9 утра на кольце возле дома печати вспыхнул 101-й автобус. Все пассажиры успели выйти, никто не пострадал. Сообщение о возгорании синего автобуса марки Айвека поступило на пульт МЧС. На место происшествия с пожарной частью номер 6 направили две автоцистерны. На кольце сразу собралась пробка со всех сторон, работал регулировщик. На проезжей части после тушения осталась вода. По информации перевозчика, в зимний период маршрутки работают на дизельном топливе, и на момент возгорания бак для газа был пуст. Данный автобус в сентябре прошлого года прошел технический осмотр. В январе текущего года очередное техническое обслуживание. То есть все те показатели, которые необходимы, утром он прошел предрессовый технический контроль, и перед выходом на линию он был исправен. Поэтому по результатам уже расследования будут приниматься меры. По данным Минтранса Республики, из-за возгорания повредилась контактная сеть. Чебоксарское троллейбусное управление ее восстановило. И к половине 12-го движению на дороге ничего не мешало. Причины пожара выясняет прокуратура. В ходе организованной прокуратуры проверки будут установлены подробные обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка действиям эксплуатирующей данный автобусный маршрут организации ООО «Автолидер». При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии меры прокурорского реагирования. Впервые в истории ЭЛАРа превысила отметку в 50% выпуска продукции гражданского назначения, поставленную президентом страны задачу предприятие выполнило. Растут заказы по всем направлениям, только успевает делать, отметил гендиректор ЭЛАРы. Предприятие достойно завершило 2022 год. Заказы выполнены в полном объеме и в обозначенной сроки. В техническое перевооружение был направлен рекордный объем инвестиций – более 1 миллиарда рублей. «Очень большой и значимый вклад в развитие страны, его экономического, технологического суверенитета, потому что очень много разработок ваших, они основаны на отечественных данных, на отечественных разработках. Ну и как раз ровно вот эти составляющие нам позволяют уверенно смотреть вперед. Ну и конечно же за счет этого, на мой взгляд, у нас возникают все шансы и возможности максимально эффективно использовать сложившиеся обстоятельства». В новых экономических реалиях освободили нишу иностранные производители, занимавшие до 70% рынка. «Если ВПК с конкурентами все более-менее понятно, скажем так, то в энергетике и в железнодорожной отрасли эта конкуренция имела место быть. Так вот, в 2022 году наши бывшие конкуренты собрали чемоданы и ушли из российского рынка, освободив для нас нишу. И мы чувствуем очень серьезный живой интерес со стороны наших потенциальных заказчиков и считаю, что потенциал роста прежде всего тут, например, по энергетике, по железной дороге колоссальный». Глава Чувашия подчеркнул, что в два раза повышающийся уровень заказов и производства продукции требует большой работы. Олег Николаев отметил, что правительство готово поддержать предприятия и в части инвестиций, и в части обеспечения кадрами и повышения их квалификации. Татьяна Трофимова, Георгий Кривошейн, Республика. Министром цифрового развития информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии назначен Михаил Степанов. Соответствующий указ подписал сегодня глава Республики Олег Николаев. Пост главы Минцифры Чувашии освободился в ноябре 2022 года. Напомним, прежний руководитель ведомства Кристина Майнина по собственному желанию покинула пост. Михаилу Степанову 36 лет он родился и вырос в городе Чебоксары. Окончил Чувашский государственный университет имени Ульянова по специальности национальная экономика. Прошел обучение в рамках подготовки руководителей цифровой трансформации. Ранее Степанов возглавлял отдел внедрения информационных технологий Минцифры Чувашии и управлял Центром информационных технологий. Руководил разработкой проектов в области IT. При его непосредственном участии разработали ряд цифровых решений в сфере государственного управления, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Государство для людей». На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы направлено полтора миллиона рублей. Планы работы обсуждали на совещании в Доме правительства. В этом году социальные бизнесмены Чувашии вновь смогут получить грантовую поддержку из средств федерального бюджета. На эти цели предусмотрено свыше 30 миллионов рублей. Планируется, что к концу 2025-го социальные предприниматели республики создадут еще около 40 новых рабочих мест. Объем выручки от реализации продукции может составить 93 миллиона рублей. По итогам прошлого года Чувашия перевыполнила показатели в рамках национального проекта. То есть в 2,4 раза выше, чем запланировано. Если мы говорим про объем экспорта, особенно в этих условиях малого и среднего бизнеса, которые получили поддержку, рост идет у нас в полтора раза. То же самое мы видим и по новым рабочим местам и по количеству индивидуальных предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения. Говоря про самозанятых, мы впервые в прошлом году все инструменты поддержки для субъектов малого и среднего бизнеса распространили и на самозанятых. То есть если ты стал самозанятым в центре мой бизнес, ты получаешь теперь все, абсолютно все меры поддержки, которые предусмотрены национальным проектом. Выработали рекомендации, рекомендации как по созданию инвестиционных команд в каждом муниципальном образовании, так и по направлениям и возможным проектам в каждом муниципальном образовании. И сейчас задача как раз вот эти все наработки, они может быть носят больше теоретический характер, превратить в конкретные планы. И вот здесь очень большой резерв и задел для развития в том числе малого и среднего бизнеса. В республике продолжается строительство двух частных парков – Машзавод и Абад. Дополнительно одобрена заявка на реализацию проектов еще трех площадок. На территории бывшего Контра запланировано создание технопарка в области электротехники. На агрегатном заводе объединят производители электронного приборостроения и машиностроения. В «Волгохимия» будут выпускать малотоннажную химию и композитные материалы. Каждому там почти полмиллиарда рублей средств выделяется на создание этих производственных площадок. Ну и одна в резерве, она тоже прошла отбор, но с учетом лимитов на республику ждем первого квартала, как отработают другие регионы. Ну, в принципе, все шансы есть, что и четвертый парк у нас появится в этом списке. Объем поступления налоговых платежей от субъектов МСП превысил 26 миллиардов рублей. Это на 10% выше показателей прошлого года. Инесса Потапова, Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Чувашия занимает первое место в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных пользователей в государственной информационной системе ЖКХ. Дальнейшее внедрение цифровых сервисов в жилищно-коммунальное хозяйство обсуждали в Доме правительства. Подробности в следующем из-за реалии. В системе ГИС ЖКХ зарегистрировано уже порядка 59 тысяч человек. И все организации, управляющие многоквартирными домами. Почти 90 УК республики подключены к платформе обратной связи. По этим показателям Чувашия выделяется среди большинства других регионов, занимая 12-е место по стране. Цифровые сервисы необходимы жителям. Это показывает и рост обращений. Так, посредством ГИС ЖКХ подано 6286 обращений, среди которых доля обращений граждан составляет 75%, а организаций 25%. Если посмотреть в разрезе муниципалитетов, и по данным системы ГИС ЖКХ наиболее количество заявлений поступило с города Чебоксары. 4632 обращения города Чебоксарска, 769 Канаш, 265 Шумеля, 151 АЛАТР, 76. В настоящее время мы проводим еще дополнительную работу по популяризации как раз системы ГИС ЖКХ. Благодаря информационной системе ЖКХ можно внести плату за жилищно-коммунальные услуги, передать показания приборов учета, проверить наличие лицензии у управляющей компании, направить обращения в различные инстанции. Еще дальше пошла ипотечная корпорация республики, создав интеллектуальную платформу для жителей. Применяемая платформа позволит жителям обслуживания домов решить большинство коммунальных услуг при помощи смартфона. Жильцы могут оплатить квартплату без комиссии и посмотреть начисление за жилищные коммунальные услуги, а также оставить заявку и не волноваться в ее себе. Как раз это у нас одна из первых практик. В мобильном приложении мгновенно назначается исполнитель с конкретными сроками выполнения. Кроме того, с помощью цифрового сервиса управляющая компания тщательно отслеживает качество работ своих сотрудников и уже как раз контролировать при помощи, то есть когда придет специалист, когда будет выполнена работа, и оценить работу этого специалиста. Новые стандарты управления домами должны распространяться, отметил глава региона. Если через такие подходы управления многоквартирными домами они могут влиять на процесс, поэтому, а здесь налицо все эти факторы. Если мы создаем государственные муниципальные управляющие компании, вот такие стандарты, которые удобные, которые просты для людей, их надо внедрять и тем самым влиять на рынок с точки зрения формирования новых подходов и новых стандартов осуществления своей деятельности на подобных рынках. Задача активнее вовлекать жителей в процессы управления домами. Цифровые сервисы здесь только в помощь. Дмитрий Ковалев, Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. 11 жителей Республики погибли с июля по сентябрь 2021 года от острого отравления метиловым спиртом. В Маргаушском, Аликовском районах Чувашии и в Чебоксарах работала организованная преступная группировка, которая занималась продажей суррогатного алкоголя. По версии регионального следственного комитета, в нее входили 8 злоумышленников, которые с 2019 по 2021 год приобретали, производили, перевозили и продавали спиртосодержащую жидкость с высокой концентрацией метилового спирта. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Чувашии установили четырех человек, которые продавали погибшим суррогат. Два мужчины и две женщины от 58 до 70 лет. Это видео задержание организованной группы, занимавшейся изготовлением и реализацией суррогатной алкогольной продукции. Кадра МВД Почувашии. В ходе дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что недоброкачественную спиртосодержащую продукцию все четверо жителей районов республики приобретали у 59-летнего чебоксарца. В арендуемом злоумышленникам гаражном боксе по улице Хивежская оперативники изъяли 169 литров суррогатного алкоголя. Кстати, этот мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления и освободился из мест лишения свободы в апреле 2019 года. В результате дальнейших оперативно-ростных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Почувашии установили троих жителей Санкт-Петербурга в возрасте 26, 39 и 52 лет, занимавшихся изготовлением и реализацией данного алкогольного суррогата. Задержания злоумышленников прошли в сентябре 2021 года в городе Санкт-Петербург. В операции участвовали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Управления экономической безопасности МВД Почувашской республики и Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также бойцы ОМОН Росгвардии Чувашия. В двух гаражных боксах, квартире и магазине в Санкт-Петербурге было изъято более 3000 литров спиртосодержащей продукции. Часть была разлита в бутылки якобы известных брендов и 3 миллиона рублей наличными. В настоящее время прокуратура Чувашия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его для рассмотрения в Маргаушский районный суд. Данное уголовное дело и его последствия в очередной раз показывают о вреде употребления спиртного. В первую очередь сомнительного качества и приобретенного в неофициальных торговых точках. Члены ОПГ заработали на суррогате и жизни людей более 5 миллионов рублей. Сейчас злоумышленники ждут приговора суда. В Чувашии снижается уровень безработицы. Так, за последнюю неделю количество зарегистрированных безработных уменьшилось на 279 человек. По данным Минтруда Республики по состоянию на 16 января на учете в центрах занятости населения находится 4241 житель Чувашии. Для сравнения, на 9 января количество зарегистрированных безработных было на 300 человек больше. Уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности рабочей силы сейчас составляет 0,69%. В ведомстве называют ситуацию на рынке труда в регионе стабильной. С ноября 2022-го максимальное пособие для безработных составляет 12 792 рубля, минимальное – 1500 рублей. При этом первые три месяца гражданин получает 75% заработка, но не более максимальной величины пособия. Вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей. В Чувашском национальном музее начинается месячник патриотического воспитания защитники Отечества. Целый месяц 23 января пройдут тематические выставки «Круглые столы», «Дни мужества», встречи с ветеранами и занятия в музее, на которых расскажут об истории Великой Отечественной войны. Откроется месячник с выставки в музее имени Чапаева. Чапаевец Иван Васильевич Панфилов. 25 января на мемориале строителям безмолвных рубежей пройдет мероприятие, посвященное дню окончания строительства оборонительных рубежей на территории Чувашии в годы Великой Отечественной войны. 27 января Музей воинской славы приглашает на вечер, посвященный 80-летию прорыва и 79-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В этот день на сайте музея появится виртуальная выставка «Искра надежды» совместный проект Музея Победы и Музея заповедника «Прорыв блокады Ленинграда». Всего в рамках месячника пройдет множество мероприятий. Узнать о них подробнее можно на официальном сайте Министерства культуры Чувашии. Еще дошкалята, а уже постигают науку. В День детских изобретений юные чебоксарцы показали, что им не составит труда сконструировать даже гоночный кар и вертолет. Презентовать свои работы ребята смогли и на конференции. Как фантазеры воплощают свои идеи в реальность увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. 78-й детский сад в Чебоксарах один из тех, где ребята уже с юных лет познают интеллектуальные и цифровые технологии. Благодаря этому дошкалята учатся творческие мыслить, экспериментировать, изобретать. Мы сегодня что-то вам покажем. К примеру, как сделать так, чтобы твоя футболка не была похожа ни на одну другую. Берем футболку, чтобы задняя спинка не испачкалась, внутрь нужно положить целлофар. Берем шафарет, крепко прижимаем к футболке и можно приступать к работе. Если есть время, то можно положить на батарею. Стирать нужно 40 градусов. Бутылка и крышка от газированной воды могут стать деталями для гоночной машины. Ее вместе с отцом смастерил Арсений Карымов. Лайфхак от Глеба Горднова. Втулка от туалетной бумаги может заменить застежку зонта. Немного фантазии, трубочки и яйца от киндер-сюрприза. И вот вертолет. Изобретателями в детском саду становятся благодаря инновационным подходам. Здесь работают лего-студия и лаборатория юных исследователей. В прошлом году у нас была родительско-детская конференция, а в этом году мы решили, что дети сами должны рассказывать о своих изобретениях. Я думаю, что у нас это получилось. И если дети приходят вот с таких занятий и рассказывают уже в группе, чем они занимались, естественно, остальные дети родителей уже настраивают на то, что это им нужно. Юным изобретателям вручили дипломы и сладкие подарки, чтобы был стимул и дальше создавать полезные вещи. Дмитрий Ковалев и Георгий Кривошеин Республика. Фестиваль чувашской музыки традиционно пройдет в феврале. Каждый раз ценители искусства встречаются в сценах театра, оперы и балета. В этом году мероприятие расширяет свои границы и меняет традиционный формат проведения. Концертные программы в его рамках пройдут на различных площадках в театре, оперы и балета, в филармонии, в концертных залах Института культуры и искусств, а также музыкального училища имени Павлова. Театр оперы и балета представит зрителям оперу Нарспин и балет Дорога лебедей. Это именно тот самый золотой фонд постановки можно было увидеть на фестивале чувашской музыки и в прошлые годы. Также пройдет творческий вечер памяти народной артистки республики Тамары Чумаковой Чувашский Соловей. Кроме того, в афишу фестиваля включены концертные программы филармонии Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, а также государственной академической симфонической капеллы. Фестиваль откроется 15 февраля. Этот праздник чувашской музыки станет уже 12-м. Посетить мероприятие можно и по Пушкинской карте. Это были главные новости на сегодня. А я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok